Ставь лайк, жми на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на канале. Всем большой привет, друзья! С полезными советами вновь Виталий Декабрёв. Присоединяйтесь к моей работе. Смотрите сегодня выпуски. Супер сорта ремонтантной малины для разных регионов. Посадка малины с применением биогумуса. Стахис – интересное растение со съедобными корнями. Белый персик – какой он на вкус! Очень вкусная и красивая ранетка. Уникальные сорта томатов. Кажется, что сбор урожая не закончится даже в сентябре. Отблагодарила земля за все наши старания и переживания. В моей теплице еще очень много томатов и перцев. Все это великолепие теперь пойдет в переработку и заморозку. В открытом грунте еще очень много баклажанов разных сортов. А это диковинный баклажан белого цвета с фиолетовыми штрихами «Мой тезка». Называется «Виталик». Это супер урожайный длинноплодный перец «Рубина». Если вы начинающий дачник, посадите именно этот гибрид. Урожай получите даже при минимальном уходе. Все томаты черри пойдут в консервацию. Тыквы тоже пора убирать. Посмотрите, какие красотки. Это сорт мелкоплодной тыквы «Оранж Саммер». Осталось пару головок цветной капусты. И она тоже пойдет в заморозку. Это сорт «Уайт Эксель». Его особенность в том, что головки не перерастают и не портятся. Можно снимать в стадии, когда головка небольшая белого цвета, а можно и на пару недель позже. Да, она уже пожелтела, но при этом кочаны плотные и великолепного качества. Убираю остатки свеклы и моркови. Конечно, немного грустно, что заканчивается сезон. В октябре подготовим сад к зиме и будем строить планы на сезон будущий. Планировать посадки плодовых, декоративных и, конечно, овощных культур. Сейчас уже сад и огород не нуждаются в моем пристальном внимании. Подкормки почти завершены, поливать особо не нужно, борьба с болезнями и вредителями уже не актуальна. Можно отправиться в путешествие. И поеду я в Нижегородскую область, в питомник, где создают очень интересные сорта малины. Гордость за наших производителей посадочного материала переполняет. Ведь немалых трудов стоило сохранить и продолжить дело наших советских селекционеров. И уже сейчас их дети продолжают тяжелую работу по селекции и выращиванию посадочного материала. Один из таких людей – Илья Шиблев, директор питомника. Знакомьтесь. Именно он и провел мне экскурсию по своим угодиям и рассказал о восьми сортах уникальной малины. Первым у нас пойдет сорт Нижегородец, наш первенец, потому что у нас первый зарегистрирован был, наш тяжеловоз. Посмотри, какая гроздь. Как виноградная, где-то, наверное, здесь целый килограмм зрелых и незрелых ягод. Сахара в нем на уровне всех наших остальных сортов, которые ты сегодня будешь пробовать, но кислоты чуть-чуть больше. И из этого баланса людям кажется, что он немного кисловат. Но из этого сорта получаются изумительные продукты переработки – джемы, варенье, вино домашнее, кто делает. Потому что каждый сорт, так же, как и виноград, какие-то технические сорта, какие-то столовые, так же и малина. Но хотя Нижегородец, он немного с кислинкой, он подкупает своим размером. Люди хотят его иметь на участке исключительно из-за огромного размера. Честно говоря, я такую малину и не видел-то никогда. Хотя занимаюсь этим делом уже 15 лет. Ну что, пробую на вкус? Ну да, есть кислинка. Но не критичная. Ну, ароматная, очень вкусная. Ну, прям рот радуется такой ягодке-то. Пойдем пробуем. А как собирать? Удобно. Собирать на удовольствие. 10 минут – целое ведро. Класс. Как картошку. Да. А это молодые посадки сорта «Карамелька». Из всех сортов ремонтантной малины, которые я пробовал, карамелька мне показалась самой сладкой. Срок созревания в средней полосе – конец августа. Побеги не сильно колючие. Ягоды плотные и, со слов Ильи, при хранении, после сбора не меняют цвет. Вот зачем выращивать декоративные растения, когда есть вот такая малина? Это сорт «Самохвал». Мы сделали его более прямостоячим. Можно выращивать его без шпалер при сбалансированном питании. И самое главное – мы улучшили вкус. Ну, наверное, я, конечно, не эксперт в малине. Мне кажется, что они действительно очень похожи, эти сорта. С «Снежгородцем» они похожи, но по уровню сахара, который отмеряется по БРИКС и по количеству, процентном соотношении, сахара здесь больше, кислоты здесь меньше. Сорт «Малиновая гряда» – это просто малиновое море из крупных до 12 граммов ягод вытянутой формы, темно-красного окраса. Высота куста от 150 до 170 сантиметров. Ягода также после сбора при хранении не темнеет. Это сорт называется «Похвалинка». Отличается он стабильными крупными ягодами вытянутой формы. При хорошем уходе и достатке всего-всего ягода будет достигать 5 сантиметров. Прямо со спичечный коробок. Стабильные крупные ягоды в холодный год. Она начинает созревать примерно в конце августа. Пробуем. Он сладкий, и это самое главное. Сладкий, крупный, транспортабельный. Очень достойный сорт, как для средней полосы и для всех южных регионов. А теперь о новинках этого года. Желтоплодный сорт «Светлячок» меня просто покорил своими крупными ягодами. И, конечно, великолепным вкусом. В ягодах совершенно нет кислинки. Кусты мощные, а обилие ягод просто завораживает. И еще новинки сезона 2021 года, которые я, кстати, с нетерпением ждал. Конек-горбунок и сластиха. Это малиновые подснежники, которые начинают радовать своими крупными и вкусными ягодами уже в середине июля. Для ремонтантных сортов это буквально прорыв, а кусты у них всего 60-80 сантиметров в высоту. Эти сорта, уверен, многие ждали, особенно садоводы из регионов с коротким летом. С нетерпением отправляюсь домой готовить грядки для посадок малины. Итак, саженцы имеются. Приступаю к посадке. Сажать малину с открытой корневой системой в середине сентября самое время. Есть ошибочное мнение, что если раньше посадить малину, например, в августе, то она лучше укоренится и, соответственно, хорошо перезимует. Давайте разберемся. Первое. В питомниках начинают выкапывать малину в средней полосе не раньше 10 сентября. Именно к этому времени побеги возревают и уже заложились новые почки на корневой шейке. Примерно через неделю саженцы поступают в продажу, а может даже и попозже. Соответственно, и нам с вами сажать или пересаживать малину нужно в это время. Осенняя посадка малины всегда более предпочтительна. Создаются более благоприятные погодные условия для укоренения. Это длительный период с невысокой температурой и достаточной влажностью грунта из-за регулярных дождей. Для посадки лучше выбирать ровные солнечные участки. Ряды желательно располагать с севера на юг, так лучше освещаются междурятия. Если на участке есть уклон, то сажайте малину поперек склона, чтобы при поливе вода не стекала. Желательно еще до посадки сделать шпалеры. Без подвязки будет крайне сложно ухаживать за кустами и собирать урожай. Малина, как и многие культуры, предпочитает рыхлый грунт. Почва у меня на участке тяжелая, поэтому вношу вермикулит. Это поможет разрыхлить грунт, сделать его более влагоемким, поскольку вермикулит отлично впитывает влагу. А еще вермикулит обогатит почву некоторыми микроэлементами. И теперь наступает самый ответственный момент. Хотите хороший урожай малины, а я знаю, что хотите, иначе смысл ее сажать. Дайте малине ее самое любимое питание. И это не что иное, как настоящий качественный биогумус. Самое эффективное натуральное питание. Ведь в нем есть все необходимое для растений. Это удобрение создала сама природа, а приготовление поручило дождевым червям. И это продукт их жизнедеятельности. Заправлять грядку желательно по всей поверхности. Примерный расход при посадке малины – 2 литра на квадратный метр почвы. И примерно 500 мл нужно добавить непосредственно в лунку. Не советую здесь экономить. Ведь биогумус – это пролонгированное удобрение. В почве будет работать до 3 лет. В последующие годы я его буду вносить понемногу весной и в середине лета. Перед посадкой не будет лишним замочить саженцы в растворе гумато-калия. Это позволит малине еще лучше укорениться. Если саженцы свежевыкопанные, подержать в растворе саженцы нужно не больше часа. Если саженцы в пакете лежали давно, и уж если немного подсохла корневая система, то замачивайте их в течение суток. Предпочтение малина отдает легким суглинкам. Но и при выращивании на супещаной земле она дает прекрасный урожай. Нужно лишь вносить больше органики, мульчировать и чаще поливать. На слишком тяжелой земле, особенно если осень дождливая, побеги у летних сортов малины часто не возревают и зимой подмерзают. Примите это к сведению и вносите больше разрыхляющих компонентов. Выкапываю неглубокие лунки глубиной примерно 30 см. Добавляю 500 мл биогумуса, перемешиваю с почвой и лунки хорошо проливаю. Малину нельзя сильно заглублять. На следующий год вы просто можете не дождаться молодой поросли. Но в питомнике мне подсказали один интересный способ посадки. Сажаем малину наклонно, тем самым мы не сильно заглубим корневую систему, а еще, скорее всего, на стебле весной проснутся почки и из них вырастут дополнительные побеги. И у нас будет уже вполне приличный куст с несколькими побегами. Малину летних и ремонтантных сортов нужно посадить на расстоянии 70 см друг от друга, а между рядами в идеале 1,5-2 метра. И теперь самое главное о том, какой биогумус использовал. Казалось бы, такой востребованный продукт, как биогумус, в нашей стране выпускают не так много компаний. И это неудивительно, ведь процесс производства трудоемкий и требует больших площадей. Я очень рад, что мои земляки, самарская компания, фармкомплект, с успехом наладили производство высококачественного, концентрированного биогумуса. Технология строго соблюдается, поэтому получается чистый продукт. А еще на производстве используют только отечественных червей. И используется продукция для переработки, а это навоз, только с экологически чистых ферм. Реально качество выше всяких похвал. И что еще радует, фармкомплект занимается производством жидкого биогумуса из собственной продукции. Эту вытяжку из биогумуса применяю весь сезон на своем участке. Старался делать подкормки раз в 10 дней. Отличные результаты с урожаем. Кстати, натуральный биогумус, вытяжка, тоже большая редкость на рынке. Кроме того, фармкомплект выпускает гуматкалия в хорошей концентрации. Как раз замачивал корни малины в этом удобрении. А еще производит удобрение на основе водорослей хлорелла, очень полюбившиеся дачникам нашей страны. Этот живительный эликсир содержит огромное количество полезных элементов. Использование этого удобрения не только повышает урожайность и сопротивляемость растений к болезням и вредителям, но и делает продукцию максимально полезной для организма человека. Лично я буду уже сейчас запасаться биогумусом для выращивания рассады. Компания «Фармкомплект» молодая, но уже ее продукцию можно приобрести не только в Самаре, но и в других регионах. Но если по каким-то причинам у вас в регионе не оказалось настоящего биогумуса и вот этих замечательных препаратов, то заходите на сайт компании «Фармкомплект», «Фармкомплект.ком», заказывайте, и вам доставят продукцию транспортной компании. Тем более, что сейчас доставка не очень дорогая. Тем более, что можно еще и скоперироваться с своими друзьями, знакомыми, даже с соседями по даче, чтобы получилась доставка совсем недорогой. Выращивайте экологически чистую продукцию с удобрениями отечественных производителей. Далее попробую белый персик. Ну а сейчас немножко расскажу об экзотике, которая растет у меня на участке. Рядом со мной не что иное, как персик. И не просто персик, а уникальный сорт, который называется «Fruit Me Ice Peach». И он отличается от других персиков своим цветом. Он белого цвета, и на разрезе этот персик тоже должен быть белого цвета. Еще пока не знаю, ни разу не пробовал, поскольку плодоносит этот персик у меня в саду. Впервые этому растению всего лишь третий год, но два года этот персик рос у меня в кашпо, поскольку не знал, куда его высадить. И посадил я его только прошлой осенью. Он отлично перезимовал. И, конечно, хочу вам еще раз, друзья, напомнить, что я проживаю в средней полосе. И в средней полосе России можно с успехом выращивать персики. И в Московской области, и даже севернее. Единственное, что выращивать персик лучше в сланцевой форме. Что это такое? Все очень просто. Все веточки отрастающей пригибаются к земле. Вот получается, что персик будет расти в форме веера. И он будет практически весь погружен под снег. И поэтому персик и не подмерзнет, и побеги не иссушатся. Вот эти ветки, которые растут к забору, скорее всего, я удалю совсем, либо укорочу. Вот отросли побеги в этом году. В следующем на них будут персики. В средней полосе России он должен созревать где-то примерно в середине августа. Но у меня персик растет в полутени, около забора. Солнышко здесь, конечно, маловато для персика. И поэтому, я думаю, что он у меня уже сейчас готов. Ну что, собираю урожай, пробую. Вы посмотрите, какое количество персиков вот с одного такого маленького кустика. Конечно, персик не такой крупный, как на юге. Но, в принципе, мелким этот персик я не назову. Но он действительно белого цвета. Но вкус у этого персика очень необычный. Я уже говорил, что он очень сладкий. Мне напоминает белый шоколад. Запомните, друзья, персик называется Fruit Me Ice Peach. Саженцы, конечно, сейчас стоят очень дорого. Ну, поскольку это относительная новинка. Но персик этот найти в интернет-магазинах можно. А сейчас вас ждут уникальные сорта томатов. Не могу не показать вам, дорогие друзья, два вот этих замечательных томата. Это два гибрида. Первый называется «Малиновый коктейль», второй «Черри Кирина». «Черри Кирина» я уже пробовал. Я просто в каком-то диком восторге. Раньше мне очень нравился томат «Златояр». Это тоже «Черри томат». Этот томат очень сладкий, тоже очень урожайный. Но когда я увидел «Черри Кирина», подумал, что, пожалуй, изменю-ка я «Черри Златояр». Во-первых, мне нравится внешний вид этого томата. Он, я не знаю, он как будто нарисованный. Такого яркого, насыщенного цвета. Это блестящие плоды и выровненные кисти по всему томату. А это индотерминатный гибрид. Высота в этой теплице, наверное, 3,5 метра. Завязывается этот томат великолепно по всей длине. И по всей длине вот такие красивые простые кисти. Несмотря на то, что в этом сезоне была очень жаркая погода, и, казалось бы, вот в этой части должны уже образовываться какие-то сложные кисти, нет идеальной томат. Но самое главное, конечно, это вкусовые качества этого томата. Он очень сладкий, но самое интересное, он мне напомнил вкус манго. Друзья, ну просто невероятный вкус. Я вот вам честное слово говорю. Теперь обязательно этот томат в следующем сезоне будет расти у меня на участке. И не менее красивый гибрид, тоже коктейльный томат. Ну, я все эти коктейльные томаты называю чериками. Розовый, урожайный, тоже высокорослый. Подходит для выращивания и в открытом грунте, и в теплице. Вот у этого томата уже помимо простых кистей, вот таких длинных, еще и образуются сложные кисти. Я, например, вот не вижу ничего в этом плохого, потому что в этой кисти томатов получается гораздо больше. Давайте я сейчас попробую вкусовые качества, потому что я этот томат еще пока не пробовал. Итак, дегустация томата «Малиновый коктейль». Очень интересный вкус у него. Больше сладкий, но есть кислинка очень хорошая. Во-первых, этот томат прекрасно подойдет для засолки. У него тонкая кожица, но она плотная. Прям томат лопается. Мякоть одновременно плотная, в то же время очень нежная. И этот томат, ну, правда, он идеально подходит для всего. И для салатов, и для украшения стола. То есть он не будет у вас растекаться, раскиселиваться, так скажем. И в заготовке, и на переработку, в общем, везде. Ну, конечно, мне кажется, что в переработку такую красоту отправлять, ну, прям грех. Поэтому, конечно, подать его к столу. Посыпайте зеленью, специями. Ммм, красота! В общем, подвожу итог. Еще раз назову вот эти самые гибриды, про которые рассказывал. Великолепнейший черри Кирина. И коктейльный, разовоплодный томат, малиновый коктейль. Далее расскажу о великолепном сорте мелкоплодной яблони. На даче у моей мамы растет чудесное небольшое деревце. Это ранетка. Вообще история просто замечательная с этим деревом связана. Когда-то давным-давно, лет 10, кстати, назад, мне эту ранетку подарила мама Марины Рыкалиной. Я, конечно, с удовольствием посадил, выбрал самое лучшее солнечное место и, в общем, дожидался плодов. И ждать долго не пришлось. Хоть и саженец был однолетний уже на второй год, первые плоды появились. Кстати, а я и не знал, что это ранетка, сажал как обычную яблоню. И, в общем, был даже немного расстроен, что выросла именно ранетка. Потому что раньше я не пробовал вкусных ранеток. Но когда попробовал плоды именно этой красивой ранетки, я понял, что в нее я просто влюбился. У нее потрясающий кисло-сладкий вкус, больше сластинки. И он совершенно необычный, совершенно потрясающий. Я долго выяснял, что же это за ранетка, как она называется, чтобы порекомендовать своим телезрителям. С помощью интернета я все-таки определил название сорта. И мне кажется, что это ранетка «Долго» или «Долго». Я правильно не знаю произношение. Но это уже кое-что, ведь по названию можно найти саженце. А этот сорт я рекомендую всем любителям вкусных, необычных яблок. Дерево этой яблони само по себе невысокое. Вырастает максимум 3,5 метра в высоту. Но эта яблонька, она привита на полукарликовый подвой. То есть она еще меньше. И, кстати, вот безбожно мы ее резали. У такой ранетки слишком длинные побеги вырастают. И, конечно, ее лучше подрезать. Каждый год на одну треть совершенно спокойно можно резать эту ранетку. Но урожайность это никак не влияет. Чудесный вкус этой ранетки меня просто завораживает. Причем мне нравится по вкусу эта ранетка даже тогда, когда она не дозрела. Зреет она где-то примерно в середине августа. Вкусная. И какой насыщенный цвет, посмотрите. Он алый, переходящий в бордовый. Но не чудо. Как я уже говорил, побеги вырастают очень длинные. Поэтому не бойтесь, стригите. И вот, кстати, на примере этого дерева хочу показать правильную и неправильную обрезку. Вот здесь вот этот побег был обрезан. И боковой побег растет вверх. И эта ветка была правильно обрезана на внешнюю почку. А вот веточка, где побег растет вниз. То есть была обрезка на нижнюю почку. Итак, правильная обрезка, неправильная обрезка. Этот побег пойдет вниз. Ничего хорошего. Вот правильный побег, растущий вверх. А вы посмотрите на урожайность этой ранетки. За 10 лет эта ранетка отдыхала всего лишь один год. И вот каждый год выдает вот такую потрясающую урожайность. Супер. Кстати, заметил, что эта ранетка очень редко поражается плодожоркой. Редкий раз откусишь и увидишь там червячка. И еще раз произнесу сорт. Это китайка долго. Пришло время выкопать стахис. Слышали о таком растении? Сейчас расскажу. Я всегда предпочту декоративным культурам овощные. А еще лучше, чтобы растение совмещало все вот эти качества, чтобы было и красиво, и полезно. Как, например, стахис. Посмотрите вот на этот куст. Уверен, что у многих на участках вот это растение растет как сорняк. И мало кто знает, что зовут его стахис. Не знаю, как вам, друзья, но мне его пушистые, сизые декоративные листья очень нравятся. Но решил посадить я стахис не по этой причине. Еще давным-давно в интернете прочитал про стахис и про его корешки, которые можно употреблять в пищу и которые похожи на маленьких улиток. И, со слов очевидцев, вкус вот этих самых корешков должен напоминать то ли устрицы, то ли брокколи, то ли спаржу. В общем, корешки должны оказаться очень вкусными. Долго искал посадочный материал стахиса, а размножается он как раз вот этими клубеньками. Не нашел. И в прошлом сезоне нашел пакетик с семенами в одном из ближайших магазинов. Примерно в конце февраля я посеял стахис на рассаду. Никаких проблем с рассадой не было. Прекрасно рос. Посадил я стахис в свою молодую декоративную зону. Вот здесь всего три растения было. Очень хорошо нарос. Это многолетнее растение. В принципе, можно его оставить здесь навсегда. Но поскольку рост у этого растения очень интенсивный, я так понял, что это очень агрессивное растение. И боюсь, что всю вот эту декоративную зону стахис заполонит. И все же стахис меня интересует больше, как овощная культура. Поэтому весь куст я сейчас буду выкапывать. И посмотрю, образовались ли эти самые клубеньки. В общем, друзья, никаких клубеньков я не обнаружил. И делаю вывод, что клубни образуются на второй год. Поэтому сейчас вот эту деляночку я разделю. И в следующем сезоне, надеюсь, получу хотя бы небольшой урожай этой интересной культуры. На сегодня у меня все. Вместе с вами работал Виталий Декобрев. Желаю здоровья вам и вашим растениям. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok